Борцы из Донецкой Народной Республики впервые участвуют в турнире памяти Виктора Журавлёва, хотя в нашем городе уже бывали, приезжали на сборы, соревнования. Ребята 2009-2011 годов рождения состязались в спортивном самбо, 2005-2007 годов рождения в боевом самбо. На торжественном открытии приветствовал участников глава городского самоуправления Геннадий Артемьев. Он напомнил о роли Виктора Журавлёва в развитии самбо в городе. И он знаменит не только тем, что более 50 лет посвятил этому любимому виду спорта, что воспитал целую плеяду спортсменов самого высокого уровня. Он был выдающийся педагог, воспитатель. Он прививал настоящие правильные ценности. Он действительно воспитывал защитников, настоящих мужчин, которые способны постоять за себя, защитить свою семью, защищать свою родину. Добрые слова о Викторе Журавлёве сказал и его ученик, мастер спорта СССР Валерий Дельнов. Вот он мне в своем основном рабочем времени всю свою жизнь посвятил подготовке спортсменов, просто спортсменов, спортсменов высокого уровня. Его вклад в развитие борьбы самбо, ну, трудно переоценить. Он сам был призером спорта Киага народов России в 60-е годы. В 70-е годы он в этом спортивном зале поступал как спортсменов, защищая цвета города Обнинска, Калужской области. С теплом и благодарностью вспоминает о Викторе Журавлёве и другой его ученик Владимир Цветнов. Дело в том, что вот для меня, по крайней мере, в то сложное время, которое мы переживали, он явился какой-то точкой, знаете, такой вот получения советов, каких-то разъяснений, каких-то наставлений. Ну, то есть именно то, что вот нужно было в сложных временах. И я до сих пор помню вот эти его слова, я до сих пор руководствую в жизни его словами и его советами. Вот эти меня все это и привлекли. Сын Виктора Журавлёва, Михаил Журавлёв, считает, что люди выбирали тренера по зову сердца. Город у нас особенный. Приезжали молодые энергичные люди и искали для себя то занятие, которым будет заниматься. Нам очень интересно заниматься. Поэтому у нас самая первая секция – это секция по борьбе. Самый первый мастер спорта в городе по самбо, фамилия Виктор Оськин. И, ну, наверное, люди нашли для себя этот вид спорта. Он им понравился за красоту, грацию, мужество. По итогам турнира обнинские самбисты завоевали шесть медалей – две золотых, три серебряных, одну бронзовую. Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ.